Две почки. Обе не работают. В эту минуту Полина проходит курс операции гемидиализа. Ей всего 16, а ее мечта – это операция по пересадке почки. Около года она лежит в больнице и помнит тот день, когда отказали органы. До того, как я сюда попала, я чувствовала недомогание какое-то. Я весь день ходила с плохим настроением, не выходила из комнаты. То есть чувствовала себя как-то подавлено. Мы пошли в свою больницу, сдали анализы, развернутый анализ крови. Вот это было на другой день. Звонит врач, детский врач. Звонит, срочно собирайтесь, сейчас приедет за вами скорая. У вас анализ крови очень плохой. Короче, криотинин, например, норма 100, а у вас 800. У девочки постельный режим. Помощь бабушке необходима. В палате за стенкой то же самое. Сегодня в Центре охраны материнства и детства 21 пациент. За год сюда привозят почти 600 детей со всего Алтайского края. От трех месяцев до 18 лет. Часто диагноз – инфекция мочевых путей и гематурия. Если последний, например, не лечить, то наступит анемия, которая несет угрозу жизни. Поэтому врачи советуют родителям быть предельно внимательными с детьми. Если ребенок в плане с нефрологической патологией, если у него беспокойство при мочеиспускании, учащенные мочеиспускания, болезненные мочеиспускания, наоборот, ребенок редко мочится, либо отеки появляются век по утрам, боли в животе, в пояснице, подъемы температуры. Если что-то есть, нужно записать ребенка к педиатру, как это и сделала мама Полины. Сейчас у девочки есть шанс аппарат диализа, как искусственная почка для ребенка. Он фильтрует кровь и поддерживает работу других органов в норме. И это очень важно, потому что почка, которую найдут в Москве, должна обязательно прижиться. Сегодня в крае для поддержки таких пациентов есть все необходимые медикаменты отечественного производства, говорят врачи. А пока Полина все-таки десятиклассница, которая обязательно станет программистом. Об этом она говорит каждый вечер с мамой. В эти минуты девочке становится легче. Я звоню ей и общаюсь с ней, чтобы мне стало как-то легче. Она мне дает совет, она скажет, как сделать правильнее в этой ситуации, чтобы не допустить каких-то ошибок. Анастасия Наборчикова, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...